Путевка на эти соревнования нашим хоккеистам далась непросто. Соперниками клуба «Анапа» по финальной серии до двух побед стала команда «Сочи». Первая игра, она проходила в столице Олимпийских игр, закончилась разгромным счетом 5-0 в пользу «Анапчан». Наши земляки, по словам представителя ночной хоккейной лиги в Краснодаре Владислава Варшавского, на протяжении всего турнира были в числе фаворитов соревнований. На сегодняшний момент команда имеет достаточно хороший сбалансированный состав, как по линии обороны, так и в линии нападения. Но, естественно, достаточно хорошим уровнем обладают вратари команды. Поэтому команда является одним из ключевых фаворитов на победу. И, собственно говоря, победила в региональном отборочном этапе по зоне Краснодар и вышла в итоговый финал в нашем регионе регионального отборочного этапа Всероссийского фестиваля среди любительских хоккейных команд, проводимых под эгидой ночной хоккейной лиги. Следующая игра должна была стать решающей, но соперник приехал в Краснодар бороться до конца. Капитан Анапы Герман Погукаев в перерыве между периодами так оценил вторую встречу команд. Расслабились после первой игры. Первую легко их обыграли 5-0 в гостях. Ну, у них было три атаки, три броска, два гола. Они тоже сделали выводы по сравнению с прошлым разом. Очень жестко играют на пятаке вообще. Не дают подъехать даже на пятак. Итог этой игры – победа хоккейного клуба Сочи 5-4. И счет в серии 1-1. Третья игра должна была, как говорится, расставить все точки над «и». Тренер Анапы Сергей Томов перед игрой дал простую установку – воспользоваться преимуществом над соперником скорости и не совершать ошибок. У меня просьба такая. Максимально быстро старайтесь форсировать передачи. Ускоряйте игру, ускоряйте игру. Скорости мы побыстрее. Поэтому необходимо передачку как можно быстрее доводить до зоны противника. В общем, настроение бодрое. Поехали, поиграем в хоккей. Игра сложилась такая же напряженная, как и до этого. Но установки на матч были выполнены и счет на табло 4-1. Анапа выиграла финал. Я бы сказал, что эта игра на уровне валидольной, их называют другими словами. То есть, когда на нервах, когда натянута каждая струна, каждый игрок отдается полностью игре. И не взирая на счет финальной игры 4-1 мы выиграли. Тем не менее, не было уверенности до последней секунды, что мы сможем поддержать легкую победу. По итогам этого турнира игроки и тренер нашего клуба получили заслуженные награды. Лучший снайпер Сергей Калинчук, лучший бомбардир Герман Пагукаев, лучший тренер Сергей Томов. А команда получила путевку на Всероссийский фестиваль ночной хоккейной лиги 40+, который пройдет со 2 по 14 мая в Сочи. В нем примут участие порядка 150 команд со всей страны. А победитель этого фестиваля получит грант на строительство Ледового дворца в своем городе.